Всем привет, дорогие друзья! Хочу сегодня показать вам прекрасную коллекцию от Пэтт Макград «Лимитка», коллаборация с сериалом «Бриджертон», который вышел на Netflix год назад. А я посмотрела этот сериал благодаря тому, что я увидела новую коллекцию у Пэтт. И как я проворонила этот фильм, я не знаю. Это сериал, это первый сезон, и скоро будет второй, я так понимаю. Если кто не знает, вот так выглядит часть коллекции. Я купила себе вот такой сет, это палетка и это хайлайтер. Но еще в этой коллекции вышел золотой хайлайтер, я приобрела светлый, естественно. Золотой не стало, он вообще мне ни к чему. И тройка наборчик такой хайлайтер и двое румян. Но хайлайтер и двое румян – это ничего нового, а из ее классической коллекции. Просто она собрала и вот такие коробки упаковала. Вот. Мне вот именно эти два продукта очень понравились. Это тени, безусловно, с красивейшим спарклом голубым и в такой розовой гамме. Мне кажется, это сочетание очень удачное, очень красивое. И вообще вся эта палетка мне очень понравилась. Она, безусловно, красивая. Мне кажется, с ней можно великолепный макияж сделать. Вы можете наблюдать на мне. Вот я уже его сделала. Может быть, немного разнообразных, но один-два классических красивых вы точно сделаете. Он будет у вас просто шикарным. За счет и вот этого оттенка, и за счет вот всех крутых, качественных теней. Давайте посмотрим на вообще палетку. Палетка у нас выполнена в такой картонной упаковке, что меня несколько расстраивает. Я как бы не против удешевления упаковки для производителя, но я против уменьшения оттенков. Что прослеживается у ПЭТ? Здесь у нас 6,6 грамм. Да, когда ты открываешь, ты видишь очень маленькие рефилы. Когда ты привык к ее огромным рефилам, тебе, конечно, это очень мало. 6 у нас получается оттенков. У нас здесь один матовый оттенок, очень мягкий матовый. Он прекрасного качества, и вот такой вот он с гравюрой. Два оттенка у нас с челками. Это у нас получается розовый два оттенка. Один более светлый, другой более такой малиново-красный. И оба они сатиновые. Голубой прекрасный оттенок. Он такой вот в стиле ПЭТ, сухой, но очень красивый. Дает невероятный влажный блеск. Вот. Обычный такой розово-бежевый сатиновый оттенок. На внутренний уголок его хорошо. На подвижное веко тоже. Но такой он стандартный. И вот этот очень красивый оттенок. Он такой коричнево-сливовый металлик. Очень красивый. Мне вот этот оттенок тоже очень нравится. И давайте посмотрим. В общем, сделано, конечно, тоже на картонной вот такой вставке. Хотелось бы здесь, чтобы был более пластиковый элемент. Вот как в Celestial. Такой пластиковый, лаковый. Было бы дороже смотрелось. В общем, конечно, есть некое удешевление коробочки. Но это не портит качество теней. На качестве теней не отражается. Давайте посмотрим поближе эту палетку. Посмотрим случай. Посмотрите, две пчелки. Пчелки почему? Потому что это элементы из фильма. Гравюра. Почему же вот все-таки такая гамма? Такая гамма прослеживается у нас в самом сериале. Там очень красивые наряды. И вообще сам дизайн, комнат были в голубом стиле. Это, по-моему, у самих Бриджертонов. Потом там главный герой ходил в красном таком камзоле. Вот с такого прям оттенка. Сама героиня главная часто в голубом платье. По-моему, ее мама и сестры были в голубых нарядах. И вот такие припыленные оттенки тоже прослеживались. Здесь помню, что, да, вот так красный, голубой, а также золото там присутствовало. И, может быть, поэтому Пэт сделала золотой хайлайтер. Но мне кажется, это все-таки из-за того, чтобы он подходил афроамериканским женщинам. Золотой она сделала, да, и белое золото тоже как бы участвует в оттенках в фильме. Безусловно, тени хорошего, невероятно классного качества. Это мне прям очень нравится. И давайте сам спаркл посмотрим. Ну вот он. Да, сам спаркл. Вы видите, как он переливается. Такой прям прозрачно-голубой. Можно его усиливать за счет, если вы будете на какую-то яркую голубую основу выкладывать или на темную. Дальше вот этот светлый оттенок, мне кажется, это у нее оттенок хайлайтера Golden Nectar. Вот у нее там совсем недавно выходил, осенью. Мне кажется, это вот прям один в один. Она его поэтому, эту формулу, этот оттенок разработала и пихает везде. Уже, по-моему, и в палетках других я видела. Так, вот этот очень красивый оттеночек. Вот, посмотрите, розовое дерево я его называю. Посмотрите, качество, да, какой суперпигментированный оттенок, яркий. Нежно-розовый такой, тоже сатин. Хорошо для растушевки, для втушевки каких-то элементов. Я его сюда вот прям заводила, красивенько смотрится. Ну и вот такой более бордово-красно-малиновый. Ну, он не красный, конечно, он такой более холодный-малиновый. Вот они все. Так, вот такие свочи. Мне кажется, гамма очень красивая. Обожаю сочетание голубого и всех оттенков розового. Эта гамма очень красиво смотрится. Сначала, когда я увидела, мне показалось, что как-то странно будет смотреться. Но в любом случае смотрится бесподобно. И вот такой голубой спаркл. Он здесь просто на голой коже, поэтому он не ярко прям смотрится. Но вообще, если вы хотите его усилить, берете какой-то яркий, либо даже темно-коричневый какой-то, даже в такой гамме тинт. Или, если хотите, чтобы он был более голубым, голубой. Но вот, мне кажется, очень прям видно его. И так, что можно сказать по палетке, что она красивая, безусловно. И сейчас будем делать с ней макияж, чтобы вы посмотрели, ну, как вообще тенки уложатся, растушевываются. Ну, вообще, сам макияж, думаю, вам понравится, да? И что у нас? Второй у нас продукт, это хайлайтер, который был у нас в сете. То есть я купила сетом сразу два продукта. Это вот такой прекрасный хайлайтер. Очень красивый, но что-то мне кажется, я где-то уже это видела. Хайлайтер, который я совсем недавно вам показывала из коллекции Celestial, да? Все то же самое. Ма упаковка, она классическая, да? Вот, посмотрите. Но Golden Nectar маленькая коробочка, маленькая такая версия. Здесь у нас 4,6 грамм, а здесь целых 10,5 грамм. Вот, то есть коробка сама по себе такая же, только большая. И здесь у нас эмблема Приджертона, фильмы, гравюра и подпись Пэт Макград и Приджертон, да? Коллаборация, обозначающая коллаборацию. Внутри мы видим все то же самое, что и в хайлайтере из коллекции Celestial, только вот он в золотой упаковке. Только здесь вот такая корона посередине, а здесь у нас, соответственно, корона поменьше и ангелочек добавлен. Я считаю, что это как бы с одной стороны, может быть, это, так как это коллаборация, она, видите, даже написала Пэт Макград и Бриджертон. То есть элемент Бриджертона, ангелочка добавила к своей классической короне, да, к классическому такому стилю. Но мне кажется, все-таки нужно было что-то поменять, хотя бы пчелок, что ли, добавила или вообще рисунок другой. Такое ощущение, что наторопилась и дизайн некогда была разрабатывать для хайлайтера, для тиснения вот этого. И просто нужно было, просто взяли ангелочка, приляпали. И здесь мне это не нравится, что как бы не доработан стиль, не доработан дизайн, а просто взято то, что уже было. Считаю, это нехорошо, обман, обман покупателя своего рода. Вы как думаете по этому поводу? Мне ваше мнение интересно. И вот этот хайлайтер, он более такой бежеватый, да, персиковатый-бежеватый, а этот у нас прям бело-золотой. Они, конечно, разные, сверкание у них идентичное, формула идентичная, то есть они сверкают примерно одинаково, все-все-все идентично, кроме оттенков. Поэтому я думаю, что у нее просто разработана формула была, и она вот сделала такой оттенок на вот этой формуле. Вот такой яркий он, да, яркий, бело-золотой. Сомневалась, нужен ли мне бело-золотой оттенок, потому что люблю все-таки бело-розовый или бело-персиковый. Для моей кожи более прохладный, это все-таки будет слишком золотить. Но на коже не смотрится он сильно золотым, он немножко персиковит за счет, наверное, как бы с кожей розовой соединяясь. И когда попадают румяны, тоже немножко персиковит. Если кожа у вас сильно белая, вы прям белоснежка, то он будет вам золотым, и вы расстроитесь. Если как у меня, этим мне, думаю, будет очень хорошо смотреться. Вот он на мне. И смотрится классно. То, что у Бэтт вот эта серия очень ярко сверкает, это факт, это точно. Теперь переходим к макияжу. Итак, начинаем наш макияж. У меня уже кожа затонирована, припудрена, и будем делать макияж глаз. Сейчас хочу сделать нежно-голубое веко, то есть у нас этот прекрасный голубой спаркл. И вот немножко вот таким голубым карандашом прокрашу, протонирую мои веки, моя подвижная века. Мне почему-то хотелось именно первый макияж сделать более голубым. Можно, конечно, делать на какой-то темной базе коричневатой. Он будет тоже очень красиво раскрываться. Здесь мне просто его хотелось показать вам, как он, именно его голубой оттенок. Вот чуть-чуть я прям наношу. Можно взять какой-то, конечно, голубой тинт. Можно белый с синим смешать. Ну, вот у меня под рукой был просто этот голубой карандаш, и я решила его использовать. Это у меня карандашик Pastel Dream Lager. Пастельный такая серия карандашей. Итак, берем наш прекрасный голубой спаркл. Очень красивый. Я, конечно, наверное, только благодаря этому спарклу купила полиция. Вот вся фишка именно в этом красивейшем спаркле. Вот, посмотрите, какой он красивый. Ну и все ставки были на него. Он действительно классный, невероятный, очень красивый. Его нужно на что-то липкое прикреплять, фиксировать, чтобы он не улетал. Это у меня просто, видите, такой он небесный получается, потому что я его на голубой карандаш. А можно, конечно, его и на коричневую тень, или кремовую основу, или коричневый карандаш. То есть будет тоже очень красиво, только по-другому. Здесь, когда на голубом карандаше, получается не сильно такой перелив. До хрома нету, да? До хрома не видно, но зато видно зеркальный такой оттенок, зеркально-голубой. До хрома красиво будет проявляться на коричневой основе. Ну, когда я нанесла на подвижное веко оттенок, хочу сделать теперь форму. Всегда в таком стиле работаю, почти всегда. И под бровь использую оттенок из хиндаш. Моя неизменная палетка, помогающая мне в любых ситуациях. Вот как раз я светлый оттенок здесь прохожу, с светлым оттенком. Ну, потому что в палетке PED нету подбровного оттенка. Там сразу такой вот телесный, даже более темно-телесный. И чтобы не напятнить, мне нужно просушить вот эту форму, вот эту область. Так, и буду использовать вот этот оттенок, очень красивый. Он такой красное дерево с бежевым. Очень мне нравится. Такой припыленный. Он на камере краснит немножко, а здесь он прям припыленный. Смотрится красиво. Набирается, вот посмотрите, да, его оттенок. И мы его над складочкой наносим. Тут уже даже сочетание вот этого оттенка с голубым дает очень красивый результат. Ну, и этот же прекрасный оттенок с гравюрой на нижнее веко. Беру кисточку 14 рефор. Она вот замечательно подходит для нижнего века. И вот здесь мы соединяем с формой верхнего века. Так, ну и немножко будем усиливать. Я добавлю вот этого оттенка, более такого розового-красненького. Пчелку не хочется трогать. Очень красиво, кстати, вот этот, он такой вот сатиновый. Он же не матовый. Вот этот оттенок, он такой прям металлическо-сатиновый. И когда он попадает вот здесь на доохромный, вот этот голубой, сочетание очень красивое. Немного и немного добавляем этого голубого сюда. Пальчиком для яркости. Возвращаем его яркость. Блин, классно смотрится. Очень мне нравится такое сочетание розового-голубого. На верхнее веко я буду использовать карандаш. Вот такой от Too Faced. Называется Killer Liner от Too Faced. Название, номер. В общем, эспрессо, оттенок. Он, мне кажется, тут больше всего подойдет. Черный сюда не хотелось бы. Голубой, синий тоже, чтобы сильно перекозов голубой не было. И этот карандаш, мне кажется, больше всего здесь подойдет. Можно, конечно, и использовать карандаш более красный, который, чтобы больше сделать сочетание именно с вот этой красной формой, красно-розовой. Ну и можно такой, более спокойный, тогда оттенки более голубые и более розовыми будут смотреться. То есть не будет карандашик на себя забирать все внимание, потому что он такой нейтральный. На нижнее веко буду использовать карандаш, такой уже более красноватый, красно-коричневый. Мой любимый от Sephora. 06 Rich Cooper, оттенок 06 Rich Cooper. Не знаю, есть такие или нет выкручивающиеся карандашики у Sephora. Ну, как бы, думаю, что да. В случае таких оттенков много. Сейчас просто такой красно-коричневый карандашик. Хорошо оттеняет голубой цвет глаз. И как раз он будет в контрасте с вот этим голубым подвижным веком. Ну и, конечно, так мы не оставляем. Мы сейчас из палетки закрепим этот карандашик. Здесь у нас есть прекрасный вот такой оттенок металлика, красно-коричневый тоже. Ну и прям этой кисточкой синтетическая, синтетическая кисть хорошо набирает такого плана оттенки. Прям вот сношу от где-то внутреннего уголка до середины. Стараюсь не попадать на внешнюю часть, потому что здесь у нас уже тень должна быть. Опять же с гравюркой. Оттенок матовый. Красное дерево наносим сюда. Внутренний уголок. У нас есть прекрасный оттенок вот этот. Такой вот он розовый. Все оттенки просто прекрасно входят друг к другу, сливаются розовый-голубой. Очень-очень красивый. Я хочу немножко голубого вот этого на нижняя века как бы добавить. Мне прям он просится сюда. Куда-нибудь вот сюда прям его. Сейчас все то же самое сделаем на втором глазу. Будет, думаю, очень красиво все вместе с ресницами тоже. Итак, вот такой у меня получился макияж. Очень-очень красивый. Сейчас мне нужно дополнить румянами. И румяна буду использовать тоже у Pat McGrath. Я хотела купить румяна поярче, которые, в принципе, были в наборе. В оттенке Cherish. Они такие прям яркие. Но куплю их попозже. Они были без скидки. И я думаю, что Divine Rose оттеночек, который у меня вот есть, он очень тоже классно подходит. Он такой же припыленный. Очень хорошо будет смотреться. Так, ну и сейчас я хочу протестировать хайлайтер. Вот этот прекрасный, который в коллекции с данной палеткой. Конечно, для меня он кажется несколько странным. Сюда нужно более прохладный, что-то такое розоватое. Но вот Pat почему-то посчитала, что в данной коллекции, в Calabreza Bridgerton, золотые оттенки. По-моему, там, наверное, в фильме какие-то золотистые больше оттенки использовались в одежде, в аксессуарах. Также и пчелки были, да, такие золотые, как эмблема, атрибут. И я бы хотела чуть более прохладный, например, да, какой-то оттенок хайлайтера. Мне кажется, вот такая. Например, вот этот хайлайтер или смесь хайлайтеров подходила бы больше к данной палетке. К данной вообще гамме прохладной все-таки там розовых больше преобладает. Ну, окей, давайте попробуем все-таки вот эту гамму попробовать нанести. Очень красивый, конечно, хайлайтер. Такой безумно сливочный. Но он немного теплит, да. И как бы, в принципе, сейчас нет такого, что мы всегда под макияж холодный используем только холодную, холодный румян или холодный хайлайтер. Все зависит от кожи, да, на которую наносится, от образа в целом. И даже макияж на контрасте холодный и теплый, это даже больше, более модно сейчас и более правильно использовать. Потому что это вносит живость в макияж, чем если вы будете только в теплой гамме, весь макияж выполнять или только в холодной. Он динамичный макияж, получается, когда все-таки игра контраста в холодный и теплый случается. Возможно, Пэт преследовала это, но мне кажется, тут немного другая коммерческая нотка замешана. Вот, скорее всего, да. Но, в принципе, сочетание неплохое. И вот с розовыми румянами Divine Rose этот хайлайтер красиво смотрится. Конечно, он, ну, явно золотой, да, он такой прям золотой. И второй у них хайлайтер золотой, конечно, его не стала покупать, он мне ни к чему. Все-таки там больше для темнокожих девушек, я так подозреваю, этот хайлайтер для африканок, афроамериканок. Потому что он, ну, прям золото. Ну, и плюс она его использует как какие-то элементы в макияже, также и на подвижное веко, можно куда-то в растушевку. Но слишком дорого. Если нам использовать его белокожим девушкам только как тень или элемент макияжа, все-таки это хайлайтер для более темнокожих. Так, если я понимаю, это самое светлое она сделала и такой темный, прям золотой. Вот, красиво смотрится. Можно эту золотинку, ну, то есть этот хайлайтер на внутренний уголочек сделать. Вот, будет такое соединение макияжа глаз и хайлайтера. Очень красиво, да, сюда немножко его добавить. И давайте поближе немножко камеру придвинем, просмотрите макияж, уже готово. И не хватает только губ, сейчас губы тоже доделаю. Для губ я тут буду использовать карандаш Chic Monzo. И прекрасный оттенок вот такой, мне кажется, он очень подойдет под этот макияж. Такой ягодный оттенок 558 Dior. Устойчивая, жидкая помада, такая матовая, но она такая soft-made. Итак, вот помады. Итак, готов мой макияж. И вот такой образ у меня получился очень красивый. Хотя мне говорили подписчики, мы думали, ты не будешь брать эту палетку, потому что она какая-то однобокая, голубую с розовым. Но вы знаете, палетка очень классная. Несмотря на то, что спешл оттенок один, то, в принципе, можно делать и без этого голубого оттенка. Конечно, вся соль именно в нем можно делать. И просто мономакияж тут очень красиво можно сделать. И смоки какой-то такой бордовый, да, такой вот soft plum, да, если так по-английски. То есть мягкий, сливовый какой-то такой приглушенный оттенок. Ну, в общем, если у вас есть фантазия, вы всегда найдете применение палетки и не для одного раза. Эта палетка, она, да, не сделаешь прям супер много разнообразных макияжей, чего всегда хотят девушки, чтобы палетка всегда и в первый мир. Но она такая лимитка. Приурочена к выходу фильма Бриджертон. Или коллаборация у них была, и они решили друг друга пропиарить и фильм, да, и Пэт Маград создал такую коллекцию. Но то, что это лимитка, и она будет у вас заслуженно занимать почетное место, мне кажется, в вашем столике косметическом или для визажистов даже она будет прекрасной такой находкой. Можно сделать очень красивый макияж. Вот вы видите, да, я бы с ней на какой-то там, на день рождения свое хотела бы сделать, куда-то пойти. Для головы глаз она очень красиво будет смотреться, если вот в таком варианте, да, если это кари глаза, то на какой-то коричневой подложке, на темной. Поиграться с ней можно, в общем. Поэтому очень мне понравилось, я ее ждала, я с первого раза не купила, со второго запуска. Сейчас она есть в продаже, можно покупать. Я думаю, что скоро будет вообще скидка на нее, не 10%, а 25%, поэтому можно за хорошую сумку купить. Конечно, я очень негодую, что очень-очень мало здесь грамм, здесь граммовка всего 6,6 грамм. Ну, может быть, это и не нужно для такой спешл-палетки, для лимитки, потому что вы ее не будете каждый день краситься, да, ею. Но мне бы хотелось все-таки, чтобы Пэтмоград не экономила на граммовке, делала, как и раньше, большие граммовки. Из-за чего мы стали покупать, да, из-за крутых, классных спарков и также большой граммовки. То есть всегда, как говорят в России, большому куску рот радуется, так и у нас, да, большому объему глаз радуется. Глаз визажиста, глаз фанатов косметики, фанатов макияжа. И когда ты смотришь на эти маленькие рефилы, хочется, конечно, побольше, чтобы они были, слишком они маловаты. Вот, в остальном, качество палетки, оно, безусловно, очень классное. Ни один оттенок здесь меня не разочаровал, не поверг шок, и я ни от одного оттенка не плевалась. Голубой спаркл, он так и задуман спарклом, и он будет всегда таким хлопообразным. Голубой спаркл, он всегда будет таким хлопообразным. То есть спарклы у Пэтмоград, вот они такие, да, они не кремовые, они немножко суховатые, но вот у них такая, у них такая фишка. Разлетаются, конечно, эти голубые искринги по палетке. Немножко мне не нравится, что здесь вот черная просто картон. Сама упаковка сделана не супер лакшери, сделана она по-простому, но как я уже, наверное, ни в одном своем ролике говорила, сейчас идет тенденция на удешевление коробочек. Многие делают в картонных коробочках, даже если это не высокая цена, даже если тени, они какие-то люксовые, многие вот используют какие-то картонные коробки. Хотя Пэтм давно, я смотрю, так хочет перейти на вот такие картонные коробки. Они, наверное, в производстве, конечно, дешевле, чем пластик, такой вот лаковый, как у нее в основной коллекции. Но хотелось бы, чтобы внутри, вот снаружи ты смотришь, это все красиво. Несмотря на то, что это картонка, да, дизайн такой красиво-голубой, мне нравится. Но внутри, когда ты открываешь, ну, немножко вот дешевит, дешевит вот эта черная картонка, и внутри спарклы. Вот, хотелось бы, чтобы здесь или лаковая какая-то была. Вот, кстати, у палетки Celestial, да, красные лимитки перед Новым годом, показывала вам. Здесь лаковая вставка, вот эта, да, где держишься рефилы, и там смотрится это гораздо дороже. Прямо сразу уровень более дорогой чувствуется. Здесь это как-то все дешево. Есть мнение, что она быстро это все сварганила, склепала, чтобы успеть там, я не знаю, к какому-то там запуску. Ну, не знаю, возможно так. Многие жалуются также на дизайн, что дизайн не продуман. Налепили, эмблемка тоже какая-то дурацкая, бантик этот. В общем, я, если честно, к дизайну коробочки сильно не буду придираться. Мне нравится. Ну, да, некоторые элементы, может быть, наляпаны, непродуманы. Ну, такой вот банальненький дизайн, да, но не смотрится это плохо, все достаточно хорошо. Не смотрится это как-то убого или колхозно, нормально. Тут как бы не придерешься. Качество теней мне самое главное устраивает, и оно крутое. Вот качество теней, если бы еще что-то там было напортачено, то точно бы я расстроилась. Так скажем, что, в принципе, цена не дешевая, но это цена пэт. Нужно поэтому всегда такие лимитки пытаться со скидкой купить. У пэт есть еще такая фишка, что она запускает первую партию с маленьким количеством, смотрит, скорее всего, как продается. Все раскупают, создают такой искусственный ажиотаж, и потом ждет там полмесяца, месяц, и выпускает новую. Все вот так ждут, когда же появится наконец-таки запуск, и снова силой покупают. То есть она подогревает такой интерес, потому что если она выпустила бы много палеток сразу в первую очередь, они бы были не проданы на сайте, и людям бы казалось, что палетка не пользуется спросом, и не стоит покупать. А когда ты видишь, что раскупили, тебе точно нужно точно купить, и ты ждешь, выжидаешь, и тогда получается бешеный успех продаж. В общем, я у пэт это давно заметила, и это, в принципе, маркетинговый ход, да, такой продажный. Я думаю, что многие пользуются этим. Думаю, Наташа Тинона пользуется такими же фишками, но у пэт это всегда. Поэтому если вы заприметили какую-то лимитку, то не думайте, что она не выйдет. Ее быстро раскупили, она потом появляется через время. Ее можно потом купить вообще даже очень выгодно. Ну и что касается хайлайтера. Хайлайтер здесь у нас в светлом оттенке. Вышло два, как вы знаете, золотой и вот этот белое золото. Мне очень он понравился. Я сначала долго сомневался, думала, румяна череш взять вместе с палеткой или взять вот эту палетку, да, и хайлайтер. Я взяла по выгодной цене, то есть там у пэт предлагалось либо по отдельности купить, либо вот так сетом. Сетом, конечно, гораздо выгоднее. Поэтому всегда смотрите, есть ли сеты какие-то. У нее всегда почти есть. Вот этот сет купила, долго думала, будет ли он слишком желтым на мне. Но он, конечно, золотит, но я уже давно перестала париться по поводу, там, например, что хайлайтер золотит. Мне кажется, это очень красиво. Раньше я очень консервативно в этом плане была. Я подбирала себе только хайлайтер по цвету кожи. Все у меня кожа более розоватая, подбирала более розоватые хайлайтеры. Сейчас совмещаю в макияже теплые и холодные оттенки. Это смотрится более живенько. И вообще никто пальцем точно не будет показывать на мой более желтенький хайлайтер. Мне хочется так использовать. И почему нет? Вот. Ну, главное, что если бы он был более желтей, конечно, это... Ну, он не подошел бы ни в какие ворота. Но так он подходит. Единственное, я вот, когда его покупала, я почему сомневалась, у меня есть вот такой оттенок хайлайтер Бека. Он тоже такой бело-золотой, немножко персиковинкой. Такой вот красивый. Он лимитка. И вообще, ну, Бека, что же они выпускают половину продуктов. Называется ванилла кварц. Да, вот такой. И я покажу поближе, да. И мне казалось, что они будут одинаковые. Думаю, зачем его покупать. Но Бека, он менее такой сияющий. Вот у нас получается вот этот. Это хайлайтер Пэт и это Бека. Бека, конечно, он более такой старой формулы. Он более не влажный, а более спокойный. И у Пэт он более влажный. Вот видите, какой он яркий. Все-таки у Пэт он более золотой. А у Бека он более персиковый. И сияние тут, конечно, разные. Когда я увидела, что у Пэт сияние не такое, я, конечно, не так стала расстраиваться. Но вообще по общей гамме они, конечно, чем-то похожи. И так, это был мой обзор на эту прекрасную палетку в коллаборации с Бриджетом и Пэт Маград. Вот, сериал мне тоже очень понравился. И коллекция тоже классная. Единственное, я бы хотела вместо золотого хайлайтера более розовый хайлайтер. Это было бы в тему. Но здесь вот такие вот оттенки преобладают. И как бы хотелось больше индивидуальности. Она выпустила эту третью палетку, то есть тройную палетку хайлайтер, румяна и румяна, то есть двое румян хайлайтер. Из предыдущей коллекции хотелось бы, чтобы если это были лимитки или какие-то коллаборации, какие-то эксклюзивы, то и эксклюзивные продукты придумывались. Но в последнее время, замечаю у многих, а у Пэт особенно, что она из предыдущих своих запасов коллекцию берет и просто что-то ангелочка добавляет, и это получается новая коллекция. Но как-то какой-то обман. Хочется новья. А не все тоже под другим соусом, так называемым. Вот, в общем, надеюсь, вам было интересно посмотреть макияж и вообще обзор. Может быть, кто-то хочет купить эту коллекцию и эту палетку или хайлайтер, раздумывает, думает. Мое видео, надеюсь, поможет вам в принятии правильного решения и просто для того, чтобы посмотреть красивый макияж. Думаю, вам понравилось. Ставьте лайк, если вам понравилось, и встретимся очень скоро.